Результаты опроса, который мы провели, такого дистанционного опроса, который мы провели о биопсии стажевоузла в разных регионах России. Скажу, что мы делали этот опрос в довольно короткий срок, за предыдущий месяц, с мая по 6 июня, при поддержке ряда фармкомпаний, и 110 респондентов из 40 регионов успели ответить. Это наш вопрос. География региона в основном касается крупных городов и населённых областей. Там Москва, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край. Все остальные регионы имели меньшее участие. Что важно? Важно, что в основном люди, которые у нас отвечали на этот вопрос, они работали врачами, онкологами с хирургической специальностью, кто-то отвечал и читался бихиметерапевтом, но и дерматовенерологи приняли участие в этой работе. Это очень важно, на мой взгляд, потому что это именно те люди, которые, в общем-то, сталкиваются с пациентами первыми, и они должны понимать идеологию процесса. Большинство наших респондентов имели хороший опыт работы с меланомой. Надо сказать, что рассылка проводилась по базе данных нашей ассоциации «Меланома-Про», поэтому ясно, что в основном это были подготовленные люди, у которых значительная часть пациентов – это пациенты с меланомой. Движемся дальше. Это опытные специалисты, которые работают более 5 лет в этой области, и даже часть из них более 20 лет в этой области, в области онкологии имеется в виду. Поэтому на их глазах многие представления о лечении меланомы менялись, и, наверное, биопсиста же узла долго уже, в общем-то, сидит в них в печенках, который с трудом внедрялся в реальную практику. Я пытаюсь переключить слайд, но, к сожалению, это не такая простая задача. Большая зеленая кнопка «Next» не быстро это делает. Большая часть наших респондентов работали в онкологических спонсерах или других учреждениях третьего уровня. Надо сказать, что многие работают и в федеральных центрах, и в национальных медицинских и исследовательских центрах, но были люди из частной практики, которые тоже, в общем-то, занимаются этими проблемами. Дайте внимание, половина практических респондентов – это сотрудники диспансеров, то есть тех центральных онкологических учреждений, которые должны лечить больных, в том числе больных меланомой. Вопрос первый, который мы задали – это выполняет ли вы при подозрении на меланому биопсию с минимальным островом 2,5 мм. Дайте внимание, все еще треть больных, во время треть, прошу прощения, респондентов, врачей, больных, конечно, не выполняют этого, а выполняют широкое иссечение сразу, поскольку некоторые убеждены, что это полезно, а некоторые полагают, что есть приказы Депздрава или Минздрава в субъектах, которые запрещают прямо делать эксизионную биопсию. Если бы эти приказы отменить и привести это в соответствии с клинической рекомендацией, то вполне возможно, что они бы делали так, как написано в клинической рекомендации, что при подозрении, при ранних формах меланомы, это хорошо бы выполнить эксизионную биопсию, потому что именно это создает те самые условия для правильного корректирования стражевого левого вла, о котором доктор Зиновьев нам сегодня рассказывал. Например, вот такая история, связанная с картинкой. У пациента есть подозрение на меланому, и большая часть все-таки предпочит широкое иссечение сразу. Понимаете, что широкое иссечение на ноге – это не проблема, потому что, скорее всего, узлы будут корректированы правильно во всех случаях. Если это образование будет находиться, скажем так, на туловище, то вы можете неправильным образом потом корректировать его узлы, если вы делаете широкое иссечение стражевого. Пожалуйста, следующий слой. Но эти данные, которые сегодня рекомендуют по отступам, чтобы узнать этот отступ, мы должны выполнить эксизионную биопсию вначале, потому что он зависит от толщины. Пожалуйста, Слава. Таким образом, этапы хирургического лечения, они подразумевают несколько процедур. Ранняя диагностика, правила требовательной дерматоскопии, эксизионная биопсия с небольшим усом, реэксизия рубца при необходимости, и биопсия с тоже узла при необходимости. Прополнули фотоэнектомию. Мы уже услышали, что это очень такая опциональная вещь, в отличие от адъюватной лекарственной терапии, которая выглядит вы весьма и себе, весьма обязательной при наличии метастаза. Давайте следующий слайд, пожалуйста. Если мы видим узловое образование, которое, в общем-то, крайне подозрительно в отношении меланомы, которое, понятно, эксизионная биопсия может привести к тому, что, наоборот, будет нарушено картирование, из-за того, что площадь, например, большая, а диагноз очевиден, то здесь широкое исчезение вполне себе на первом этапе одномоментно с БСЛУ вполне себе оправдано. Но, тем не менее, эксизионная биопсия тоже может быть хорошей опцией. Ну, от этого зависит. Очень многое зависит от методологического заключения. И вы видите, что при одной и той же клинической драматскопической картине, если мы имеем тонкую меланому, то ничего не потребуется. Достаточно выполнить то, что вы сделали на первом этапе. Если вы будете, пожалуйста, следующий слайд. Толстая меланома, то, к сожалению, потребуется и дообследование, и потребуется биопсия стражевого узла, и вполне вероятен шанс на адеватную терапию. 2,6 мм – это будет совсем другая история, хотя клинически это может выглядеть как раннее меланома. Пожалуйста, следующий слайд. Что вы делаете? Назначаете ли или выполняете ли вы пациенту с меланомой кожей биопсии стражевого узла? Только 10% честно признали, что они не считают необходимым это делать. 21% считают, что у них нет оборудования и нет возможности направить в другую медицинскую организацию. А все-таки большая часть либо делает это сами, либо направляет этих пациентов в другие медицинские организации, в том числе за пределами субъектов. Треть из запрошенных ответили, что они могут это делать у себя. Это все-таки члены Ассоциации меланома-про. Я думаю, что это не случайные люди. Если это расширить на всю выборку, то, к сожалению, я думаю, результаты будут намного скромнее. Григорий Владимирович уже объяснил, в чем, собственно говоря, важность. Вам важно знать стадию. Без этого мы не можем понять. И микроскопические метастазы влияют на прогноз, влияют на включение адъюватной терапии. Вы видите, что современная классификация GCC сильно делит по прогнозу третью стадию. Третья А тоже относится к стадии высокого риска, которая тоже требует адъюватного лечения. Поэтому выделить ее при помощи этой процедуры – это важно. Вот и размеры микрометастазов тоже имеют значение. Обратите внимание, если они очень маленькие, меньше, чем от 10 микрометров или около того, то вы имеете выживаемость лучше, чем даже у больных на второй стадии. А вот если вы имеете крупные микрометастазы, которые имеют 15, например, миллиметров в размере под микроскопом, то у вас 10-летняя выживаемость сопоставима с микроскопическими. Таким образом, для определения критерия N очень важно выполнить эту самую процедуру. Есть способ одномоментной биопсии. И почему это иногда имеет значение? Мы уже говорили об этом. То есть опухоль имеет крупный размер, имеется в виду по диаметру. Если вы сделаете эксизионную биопсию на первом этапе, как, например, если бы эксизионная биопсия была выполнена сначала, вы бы имели рубец, который бы отстоял от первичной опухоли существенно в стороны, и карта лимфотока бы нарушилась. Если мы делаем это одномоментно, мы получаем только одну подмышечную впадину, например, ну в данном случае подмышечную впадину, которая картируется и которая отникает от лимфа данной опухоли, а не две и не четыре, как это могло бы быть, если бы мы сделали сетионную биопсию. Поэтому в таких локализациях, когда речь идет про туловичь или про лицо, когда речь идет про явную клиническую картину, нет ничего плохого в том, чтобы сделать это в один этап. Но в целом я согласен с доктором Зиновьевым, что двухэтапная история, двухэтапное сечение – это то, чего следует придерживаться. И второй момент, конечно, если вам требуется сложная пластика, например, для закрытия дефекта, то здесь серьезно нарушится карта лимфотока. Тут тоже бы имеет смысл, конечно, сделать это в два этапа. В первую, в один этап. То есть картировать узел, одномоментно иссечь опухоль, сделать пластик и дать стражевой узел. Потому что если вы будете обколоть вот эту историю, то у вас будет нарушено представление о том, где находится стражевый узел относительно того места кожи, куда вы ввели препарат. Давайте движемся дальше. Это синтеграммы пациентов, которых вы можете легко получить на любой гомокамере. Вам требуется сложный оборот. На обычной гомокамере вы можете использовать эффект КТ, которые здесь приведены. Но в реальности в большинстве случаев достаточно средней части снимков. Планарная анестезиография. Пожалуйста, движемся дальше. Это процедурная процедура. Я хочу переслать этот слайд, потому что мы это уже коротко обсудили. Как это делается? Это может быть выполнено безопасно под местной анестезией. Пожалуйста, движемся дальше. Пожалуйста, пропустите видео. Я хочу идти дальше. Всегда ли вы используете срочные гистологические исследования? И вы знаете, ряд опрошенных ответили, что да, они используют срочно исследование. Я считаю, что это не очень правильная история, потому что криостатные срезы не позволяют найти опухоль в значительное количество случаев. Я вам это покажу. И эти криостатные срезы не позволяют дать в руку иммуногистохимический анализ. И более того, вам нет нужды расширяться на полноценной операции, даже если вы найдете микрометастаз. Поэтому вы можете смело сделать эту манипуляцию, найти утил, найти его на анализ и закончить операцию. У иммуногистохимические исследования. 45% опрошенных ответили, что да, назначают. А 10% ответили, что нет, не назначают. Это не очень хорошая тенденция, потому что у этих дикторов могут быть пропуски с микрометастазами. Пожалуйста, движемся дальше. Важно, пожалуйста, дальше. Важно, чтобы этот стражевой лимфатический узел был окрашен на иммуногистохимическими маркерами в случае, если цветовая микроскопия оказывает норму. И вот почему это важно. Потому что видите, что на нормальной микроскопии все хорошо на гемодексеринозе. Но именно окрашивание на меланомоспецифические маркеры может позволить выявить кластер опухолевых клеток, которые тоже являются микрометастазами. Пожалуйста, дальше. Вот наш анализ, который мы делали в прошлом году, мы не обновили. Примерно за год 103 больных было проанализировано. Обратите внимание, что дает иммуногистохимия? Дополнительно 15% выявленных микрометастазов. Таким образом, всего апстейджинг происходит у 21% людей. Сейчас данные обновили, 70% сохраняется стабильным. Сейчас там уже больше 200 больных. Но это не меняется величина. Там 21, 22, 23. Это означает, что мы 20% больных стадировали неправильно. Пожалуйста, дальше. В случае обнужения микрометастазов предлагается ли пациентам выполнять полную лефодонектомию? 13% только из опрошенных говорят, что нет, мы рекомендуем адювантную лефодонектомию. 26% рекомендуют выполнить лефодонектомию. И 43% говорят, что мы праздново поступаем. Иногда мы это делаем так, иногда иначе. Это зависит от объема поражения и других разных факторов. Пожалуйста, дальше. Мы уже обсудили исследование МСЛТ-2. Были аналогичные результаты мегопогубкового исследования, которые показывают, пожалуйста, дальше, что выполнение профилактической лефодонектомии не влияет на меланомоспецифическую отживаемость. Пожалуйста, дальше. Но, тем не менее, лефодонектомия может быть предложена пациенту, если мы понимаем, что риск регионарного рецидива для него имеет значение. Например, при пространении капсулы стражевого узла или при пассивном поражении стражевого узла. И регионарный рецидив может доставить большой дискомфорт. Например, у тех же пациентов с аминтостазами на шее. Пожалуйста, дальше. Сегодня мы имеем в рекомендациях клинических включенные процедуры биопсиста жеволевого узла, что позволило попасть в эти процедуры и в стандартные медицинские помощи, и это же позволило войти в тариф. Сегодня, пожалуйста, дальше. Сегодня существуют специальные тарифы на выполнение биопсиста жеволевого узла вместе с сечение брукса. И это повлияло, скорее всего, на то, что популярность процедуры растет. Смотрите, уже есть группа специалистов, которые только начали менее 50 пациентов, которые начали чуть раньше, 50-100 пациентов. Есть те, которые делают это очень давно, у которых уже больше 200 пациентов, которым выполняется биопсиста жеволевого узла. Но, тем не менее, таких больных, таких врачей не очень много, меньше 5%, меньше 50% вопросов. Все-таки значительная часть еще в начале своего пути освоения этой методики. Пожалуйста, дальше. Что врача побуждает менять свою практику? И оказалось, что очень здорово повлиять рекомендации русской, рекомендации, которые опубликованы на русском праве, они в значительной степени оказали влияние на текущую практику. Поэтому очень важно заниматься этим процессом, вовлекать этот процесс большого количества специалистов, чтобы правильные методики оказывались в правильных рекомендациях. Пожалуйста, дальше. И что повлияло на решение выполнять СЛУ, Центр смелодного кружевого, обратите внимание, включение в рекомендации и появление технических возможностей. Включение в рекомендации позволило некоторым регионам заказать и обновить парк своей техники, в том числе ручными датчиками. Для некоторых стало важным значение то, что появилась эффективная демократерапия, включение в тарифы ВМП. Пожалуйста, дальше. Если нет технических возможностей, конечно, вы можете направлять. Это тоже следует помнить. Вы можете направить в цитеральные центры и в те учреждения в регионе, в котором мы работаем. Пожалуйста, дальше. Таким образом, я хочу заключить, что сегодняшняя трех- или двух- или трехэтапная модель лечения пациентов с ранней меланом, я подчеркиваю, что речь не идет про огромные изъязвленные кровоточащие опухоли, где все очевидно и так, и вероятность найти отдаленные метастазы намного больше, чем метастазы в стиражевых методических узлах. Она, вот, ранних меланом имеет такие вот этапы. Прецизионные биотеи, биотеиство желудла и одевантная терапия. Бежимте дальше. Сегодня вопросы статирования и рекомендации на профильных сайтах. Пожалуйста, дальше. И я благодарю вас за внимание и приглашаю вас к тому, чтобы вы знакомились с ресурсами на сайтах профильных ассоциаций. Спасибо большое за внимание. Спасибо.